Добрый день дорогие друзья! И в подробностях опишем наше приключение в мире Азерота World of Warcraft Legion или Легион. Не наше приключение, не надо меня к этому наркотику относить. Ладно, я тут один такой получается. В общем, с вами программа Судный день, с вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Привет! И мы обсуждаем игры, новости, все что случилось за неделю. Что мы видели, во что мы успели поиграть. Ну что, Миша, начнем с тебя. Дело в том, что у тебя стоит дома Xbox One, ты на нем сейчас играешь в Forza Horizon 3. В демо-версию. В демо-версию, но демо-версия не маленькая, да? Сколько там, 18 гигабайт стоит весело? Да, потому что там тебе доступен небольшой участок открытого мира для изучения. Ты можешь по нему кататься свободно на нескольких машинах. Ну так расскажи, что же тебя так впечатлило в этой игре? В принципе, это логичное и правильное развитие идей Forza Horizon 3. Horizon, в смысле, ну, два серии. Вот этой вот подсерией. Это те же люди делали, они нигде не оплошали. Они все делали так, как надо. Больше, лучше, интересней. И, наверное, даже еще больше, как это сказать, не увлекательней, а захватывающей. Наверное, вот так скажу. Ну ладно, но графика-то тебя впечатлила. Ты же мне позвонил, сказал, Виталик, там такая графика там. Она, именно она, там видны, скажем так, хитрости, на которые авторы пошли. Чтобы такой вот и мир был, и загрузки быстрые, рекорд помним, любим, скорбим. Вот, и все это работало стабильно, и красиво было. Видны, видны ухищрения, но на них перестаешь быстро обращать внимание. Эта игра реально впечатляет вот именно насыщенной такой картинкой, яркой, в меру яркой, с потрясающим освещением, с разнообразными видами. Вот в той части ты можешь покататься по прибрежным, по пляжу, по берегу. Можешь прокатиться по такому густому лесу на багги. Кстати, в плане, так как-то сказать, напряжения потрясающий заезд. Вот ты летишь со склона вот по этому лесу, думаешь, ааа, мама, только в дерево не удариться. Да, ну или там пролетаешь через такие пальмы, которые разрушаемые. И думаешь, только бы не нарваться на что-нибудь неразрушаемое. То есть потрясающе. Вот именно, знаешь, Forza Horizon 3, она как и вторая часть, как и первая, сразу вот увлекает вот этим атмосферой фестиваля гоночного. Вот отдыха какого-то такого. Такой ненапряженной обстановки с одной стороны, но увлекательными и сложными заездами с другой. Вот. Красивыми видами. Очень красиво, повторяю. Мне очень понравился эффект дождя, как он там сделан. На одной из демо-трасс, когда ты ездишь, во время заезда начинает идти дождь, и к финалу заезда он заканчивается. Очень красиво, все как надо, все поставлено. Класс. Без вопросов. Ну, механику они, в общем-то, не испортили, они ее и не могли испортить. Но это не совсем гоночная аркада, да? То есть это такой полусимулятор, если человек... Это аркадный симулятор, да? То есть если человек хочет, ну, не фуспит, грубо говоря, да? То есть если человек хочет, на самом деле, получить удовольствие от вождения, то Forza Horizon ему, ну, хватит. Ну, пожалуйста, да? Ты ставишь максимальную сложность этих древатаров, оппонентов, отключаешь кучу хелперов, там, как, ну, этих помощников виртуальных. Там, как всегда, список «Будь здоров!», вот, как всегда, все зависит, ну, чем меньше помощников, в том числе выключенная эта перемотка времени, тем больше тебе очков дают, ну, бонусов. Там же ж ты теперь организатор фестиваля, а не участник его. То есть ты можешь, ты должен привлекать на свою сторону фанатов, вот, и расширять свой фестиваль, как бы, влияние своего фестиваля, там, на новые регионы. То есть, ну, есть обычные заезды с точки А в точку Б, соревнования гонщиков. Там ты, кстати, теперь не просто вызываешь, например, на дуэль гонщика, побеждаешь его и можешь его нанять. Вот, он будет тоже участником твоего фестиваля, как бы, я так понимаю, частью твоей команды. То есть достаточно интересно, неплохо сделано, очень понравилось, как выглядят машины, очень понравилось. Ну, я не играю с этим видом, но меня впечатлило, как выглядит внутрь, ну, этот, вид из кабины. Вот. Все очень хорошо, очень. То есть, ну, это не, понимаешь, глупо было ожидать, что Playground Games при поддержке Turn 10 возьмут и обделаются. В третий раз. То есть два раза у них все было отлично, а в третий раз возьмут и обделаются. Но здесь масштаб-то игры немного другой. Здесь они, ну, пошли уже в такой вот именно отдел, в котором раньше были именно супераркадные гонки, типа того же Ubisoft-овского The Crew, да? Когда куча разных видов транспорта, огромный масштаб, и мы сейчас вам подарим гонку невиданных размеров, где вы можете творить вот эта вот замечательная маркетинговая фраза. Все что угодно. Ну, не все что угодно. Вот здесь что гонщик делает? Мир большой, открытый, мир разнообразный, мир очень красивый. Насколько я понял из твоего рассказа, да, ну, судя по той презентации, которую даже уже они на И3 показывали, у меня как-то я восхитился тем же, что на самом деле графика была очень и очень впечатляющей, при том, что игра выходит на Xbox One, который, ну, мягко говоря, не слишком технологичная платформа, да, не слишком мощная платформа на сегодняшний день. Я представляю, какие настройки можно будет выкрутить в Windows 10 версии для того, чтобы так с кайфом носиться по этим гарандолам. Но там основное развлечение, ну, гонки, да, круговые гонки. Разные, круговые, кольцевые, дрифт на очки в демо-версии доступны. И с точки А в точку Б, естественно. Да, ну, гонка начинается все с гонки, с вертолетом, все как надо. А там сохранилась ли эта фишка с апгрейдом автомобилей? По-моему, да, кредиты дают, еще какие-то мне валюту давали. По-моему, то ли этой части нету, то ли я ее не обнаружил в демо-версии. Ну, сохранилась, еще бы не сохраниться, если в игре несколько параметров. А сюжет какой-нибудь есть? Есть свое радио, у тебя есть своя команда, которая тебе постоянно что-то говорит. Ну, твоя, как бы, помощники твои. То есть сюжет там, в кавычках, такой же, как и был в первой и второй. Он держится, вот эта вот повествовательная, в кавычках, часть на ощущении фестиваля, на атмосфере фестиваля. Что это не просто некая абстрактная гонка. Вот, как вот Need for Speed пыталась давить, что это типа уличные гонки. Но они там еще делали никому не нужные дешевые ролики с реальными актерами. Из какого-то дешевого порнофильма, судя по их игре. Как вспоминаю последний Need for Speed. То есть здесь этого нет. Здесь есть скриптовые сценки с участием каких-то героев. Ты можешь вначале выбрать внешность одного из протагонистов на выбор. Ты можешь, ну, там какие-то сумасшедшие список разных имен есть, чтобы тебя называли по имени, по которому ты хочешь. Внешности там это можно менять. То есть там есть такой условный протагонист и вот эта вот атмосфера гоночного фестиваля. Там с заключением каких-то контрактов, привлечением каких-то людей. Ну, вот такая, как бы это сказать, такая движуха на заднем фоне. Я бы сказал, что вот этот подход самый лучший. Потому что когда начинаются в гоночные игры вставляться драматические истории про копа под прикрытием, про человека, который мстит там за кого-то, про человека, который находится в коме, да, и способен свое сознание переносить из одного тела в другое. Ну, справедливости ради, драйвер Сан-Франциско это хороший пример сюжетной гонки. Не, ну, тем не менее, мне в данных случаях, скажем, хочется простоты такой. Если уж вы пригласили меня на простой фестиваль гоночный, да, ну уж дайте мне по полной программе ощутить этот праздник гоночного фестиваля без всяких заморочек со стороны. Пусть у меня будет карьерный рост, пусть у меня будут какие-то там соперники, да. Ну, вот это, если вы не умеете, тем более, делать драму, ну зачем вы тогда напрягаете людей? В общем... В неумении вопрос в том, что зачастую в гоночных играх сложно сделать так называемый story driving experience, когда ты и четко идешь от... ну, вот они пытались это сделать вран, но не очень получилось, потому что, получается, герой, он ограничен машиной, вот, и бывает зачастую сложно сделать какой-то крутой сюжет, когда только машина. Ну, кстати, неплохо это получалось с оговорками на время в играх серии Driver, вот, которые мы вспоминали. Первая часть, по-моему, вторая, в третьей они уже, по-моему, в GTA начали косплеить, и она была феерически провальна. Но в том же Driver San Francisco неплохо было. Опять же, они держались не за счет сюжета, а за счет атмосферы такого бадди-муви, какого каких-то там 70-х, 80-х годов, полицейского такого фильма, фильма про полицейских. То есть там это было хорошо. И здесь это держится вот именно за счет вот этой вот крутой атмосферы. Опять же, мне понравились такие вот штришки забавные, типа, с тобой могут ездить другие пользователи из твоего френд-листа, например. То есть ты стануешь гонку и видишь там знакомые ники из френд-листа. Но это дриватары. То есть это, чтобы пояснить нужно, что такое дриватары, это такая специальная особенность игр серии Forza, когда искусственный интеллект запоминает стиль вождения людей и создает его цифровой профиль. И такой вот дриватар, то есть именно который копирует характер вождения определенного человека. То есть ты можешь играть с его цифровой копией, грубо говоря. Ну да, с таким... Перенос сознания. Да, с таким относительным клоном. И это забавно, это интересно. В целом игра выглядит очень цельной, очень такой, ну, по демо-версии. Производит впечатление завершенной, качественной, такой хорошего продукта. Ну, я же говорю, ну, сложно было облажаться. Сложно было. Я бы удивился очень, если бы они облажались. Опять же, да, там есть условности, типа, там, Ламборджини, которая несется по песку, но даже на... Как я играю, я небольшой специалист в таких жанрах, но я играю на средних настройках, средне-высоких, ну, по сложности. И, например, когда я попытался на Ламборджини или даже на... Сейчас люди, фанаты, будут к тебе кричать, Ламборджини, научись уже произносить. На Мустанге там, по-моему, еще есть на выбор. Ну, такая стандартная машина, скажем так. Пытался ехать по пересеченной местности, но меня колбасило, будь здоров. То есть там понятно, что есть особенности, есть поблажки, типа, вот та же баги, которая сносит просто такие небольшие пальмы на кусочки. Ну, например, там есть фрагмент, когда ты едешь по пересеченной местности, на таком джипе, скажем так. Вот, и нормального, то это уже чувствуешь другую физику. Когда на той же баги по лесу, ты чувствуешь по-другому машину. То есть ты приводил в пример Крюк. Крюк сделали все, кроме главного удовольствия от вождения. В Форте есть главное удовольствие от вождения. Это именно правильный аркадный автосимулятор. И, по сути, единственный. Как я всегда и говорил, серия Форза, она на самом деле уникальна, потому что Форза Мотоспорт – это высокобюджетный, единственный на сегодняшний день пригодный, годный, я вот уже сказал, высокобюджетный, обращаю на это внимание, автомобильный симулятор с огромным количеством настроек, с продуманной карьерой, с разнообразием режимов, с очень крутой графикой, которая, кстати, сейчас тоже доступна пользователям PC в формате условно-бесплатной версии Apex. То есть можно посмотреть, на самом деле оценить, что это такое. И Форза Хорайзен – это на сегодняшний день, как ни смешно, единственная годная высокобюджетная аркадная гонка, потому что всё, что сейчас делают остальные издатели, ну, это уже совсем не то. В серии даже Need for Speed уже, несмотря на то, что пыталось недавно вернуться, во всём блеск и фанфар, села с разгона так в лужу плюх, и снова перезагрузка какая-нибудь будет. Сколько уже было этих перезагрузок серии Need for Speed? Честно говоря, подзадолбали. Серия Crew, которая тоже пытается, пыталась быть чем-то, в итоге стала условно-бесплатной, что забавно, на самом деле. Нет, сейчас на PC бесплатно её раздают, в конце года выходит ещё одно дополнение с полиции и ультимейт издания. Ну, так да. Ну, понимаешь, вот, кстати, забавно, по поводу Crew и Форции, здесь я пока ещё толком эту составляющую не оценивал, посмотрим финальную версию, однако Crew они изо всех сил пытались сделать онлайн-гонки, там, команды и прочее. Вот здесь же будет мгновенную возможность присоединяться к гонкам, кооператив на четверых, насколько я знаю. Вполне качественная, ненавязчивая, но правильная и удобная мультиплеерная составляющая, без каких-то перегибов. Crew стал жертвой собственных амбиций и собственного попытка быть большим. В итоге он стал большим, но как-то элементы, которые должны быть локальными и качественно сделанными, там сделаны плохо и размазаны по всему миру, в итоге цельности не ощущается, и всё это разваливается. Вот в Форте, я же говорю, ощущается именно правильно, и вот как всё собрано, как вот всё это одна шестерёнка за одну цепляется, очень хорошо. Новшество логичное, без каких-то провалов, ну, на основании демо-версии. Тут как бы вопросов нет. Я с очень высокой долей вероятности говорю, что финальная часть мне понравится, и я сильно сомневаюсь, что в игре будет хоть сколько-нибудь, ну, с поправкой на какие-то особенности, типа гринд очков, необходимость постепенно повышать сложность, чтобы всё разблокировать. Но это уже едва ли можно считать каким-то серьёзным минусом. Скорее, элементы этих игр даже не особен. Ну вот смотри, как интересно получается. На Xbox One и Windows 10. Ну, то есть стоит вообще учитывать, что у Microsoft сейчас нет уже эксклюзивов для Xbox One, да, то есть, соответственно, все их игры дублируются и на Windows 10, да. Вот один и тот же издатель выпускает замечательную аркадную гонгу примерно в один и тот же период, и перед ней, незадолго до, выпускает рекорд. Игру, за которой стоят известнейшие имена, это создатели Metroid Prime, ну, ребята, которые покинули ретро-студию, сорганизовали свою собственную студию, сделали ужасные Batman Arkham, этот самый Blackgate, да, Blackgate, чудовищная игра, портировали чужие игры на PlayStation Vita, ну, такая студия, которой ничем толком не занимались, но они знают, по крайней мере, ну, должны были, по крайней мере, знать, как устроена Metroidvania, в конце концов. Metroidvania, это когда ты ищешь секреты, сражаешься с врагами, качаешь своего героя, открываешь новые способности, новые способности позволяют тебе открывать двери в новые локации, где находится применение твоим новым способностям, и там, возможно, ты еще что-нибудь найдешь. Так выстраиваются головоломки, и в итоге вся вот эта вот концепция укладывается, точнее, все прохождение превращается в такую вот очень-очень сложную, но в то же время преувлекательную конструкцию, которая состоит из прыжков, из применения всяких девайсиков, из сражений с монстрами, с увлекательнейшими поединками с боссами и так далее. То есть это все, на самом деле, схема, отработанная не раз, причем отработанная Nintendo еще в 90-е годы. Смотрите, пользуйтесь, работайте, ребята. Вот. И была надежда, что они сделают что-то вроде этого. Не получилось. Кейзи Инафуны, который создатель, так называемый, Мегамен, ну, его все называют создателем Мегамен, однако, учитывая, что за последние несколько лет этот товарищ ничего толкового не сделал, больше именем своим торгует, да, а очень облажался, ну, грубое слово, но так и есть, Смайти Номбер Найн... Грубое слово, это очень мягкое слово в описании. Я все-таки напомню, он на Kickstarter на нее собрал колоссальную сумму, он вышел, сказал, что вот я, известный геймдизайнер, там, буду делать игру в стиле Мегамен, все, ребята, собрались деньги, вручили ему миллионы долларов, сделай нам. Ну, сделал. Спасибо, спасибо, разрушитель надежд. Так вот оно и получилось. И вот эти вот ребята начали делать рекорд. Чем меня эта игра привлекла? Это была... Это могла бы стать нормальная Метроид Вани, даже учитывая отсталое техническое исполнение, простую графику, вот, которую нам показывали, да, даже учитывая ее. Там есть разные... У девочки в напарниках разные роботы, которые открывают ей новые пути прохождения. Это сама по себе интересная боевая механика, сражения с ботами, которые выпрыгивают на тебя, и ты должен их уничтожать. Вот. Собирание различных девайсиков, апгрейдиков, для того, чтобы улучшать качество вот этих вот роботов, которые постоянно ходят с тобой. У этой игры был очень и очень неплохой потенциал превратиться в нечто интересное. Вот. Но эти ребята допустили две грубейшие ошибки. Во-первых, техническое исполнение. Вот за каким чертом им нужно было брать движок Unity, особенно когда они... Этот движок, ну, никем до этого еще не использовался для создания огромных миров. И в итоге все, что у них есть, а там мир, ну, мир песочницы. Это вот концепция мира песочницы с выходами в подземелье, в которых находятся секретики. Соответственно, если делать, то делать уже бесшовно, да. То есть создатели Assassin's Creed, создатели Бэтмена, да кто угодно вот сейчас из европейских разработчиков, вот они сидят и ржут вот над тем техническим исполнением, которое получила игра Рекорд. Потому что первое, что раздражает, это загрузки, загрузки. Маленькие локации, загрузка туда, загрузка сюда. Даже... Нет, нет, так у меня есть... Ну, Ян, у меня тоже загрузки есть, понимаешь? И я как человек, который вот сейчас... Это у тебя загрузки? Нет, я просто как человек, который сейчас играет в том числе в Warcraft, а в Warcraft на всякий случай действие происходит на континенте, куда ты можешь идти в одну сторону, лететь, лететь, бежать, бежать, да. Вот, и выполнять кучу разных квестов, при этом мир динамично меняется в процессе прохождения. Там очень интересный сам по себе движок получился. И это мультиплеер, ко всему прочему. Вокруг тебя еще куча игроков входят-выходят, да, сражаются с тобой, или там машут тебе ручкой и предлагают свою помощь. Это уникальная вообще вещь. И здесь, когда ты выходишь, плоская полянка, загрузка, заходишь на базу, загрузка, здесь что-нибудь еще делаешь, загрузка, ну, сколько можно, но... То есть даже не двух минут, я представляю, как тебя колбасило. Ну, вот у меня 10-секундные, допустим, загрузки. Ну, тоже раздражает. У меня были, знаешь, Виталик, это, собственно, в обзоре частично отмечал, но у меня был момент великолепный, на самом деле. Я подхожу к большой двери, ну, исследую, типа, одну из четырех, один из нескольких локаций хабов. Подхожу к двери, это самое, к двери такой большой. Перед ней стоит терминал. Ну, типа, нажать, я думаю. Ну, сейчас я нажму, значит, и просто откроется эта дверь, я смогу, возможно, ходить свободно, ну, через загрузку, понятное дело, между этими двумя локациями. Ну, или мне просто предложат перейти в новую локацию. Я нажимаю кнопку, и загрузка. И я перехожу в старую локацию, в которую мне идти не надо. Я разворачиваюсь, и иду назад. Соответственно, через загрузку. Вот, потом там рядом буквально... Четыре минуты в задницу, да? Ну, практически четыре минуты. Потом там рядом с этой вот дверью есть подземелье, куда я, собственно, изначально и шел. Я появляюсь в локации, нужной для себя, делаю два шага до подземелья, нажимаю войти в подземелье, загрузка. Понимаешь, вот. Опять же, там роботов, ну, можно же апгрейдить, их улучшать. Их можно улучшать только в этом самом... На базе, да. На базе джул. Почему она в русской версии джул? Она же вроде джоуль должна быть. И по логике повествования ее джоуль должны звать там. Это как бы ядро, энергия, вот это все. Ну, ладно. Не суть. То есть, ну, вот на базе. Я... Я... Для меня вот визит на базу, это... Не так не нехотя туда ходил, потому что долбанный вот этот вот... Ее база... База, это громко сказано, это вездеход. Это одна комната. Одна комната, Карл, блин. Это одна комната загружается, по-моему, минуту, может, больше. Блин, да тут главное меню минуту где-то загружаться может. Главное меню. Просто... Я вначале не понял, я когда запустил рекорд, я не врубился. Я смотрю, крутится эта... Я думаю, ну, чё, сейчас сразу стартанет, что ли. А, это что еще, по-моему, на виндеся чуть раньше меня ее запустил. Вот. Я думаю, ну, может, меня сейчас сразу продолжать начнется игра, начнется уровень. Нет, меню открывается. Главное. Я думаю, ну, ладно, наверное, игра прогрузила все ресурсы, ну, как некоторые... Сейчас, да, 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 да. Условный анчаркт, например. И сейчас она будет спокойно, бесшовно. Снажимаю, нет загрузок. Или там загрузка... Как условно, анчаркт, или GTA 5, да? То есть, именно, когда ты... Ну, когда спаза загрузка... Первая загрузка долгая-долгая, а потом вообще все плавненько, без всяких черных экранчиков. После смерти по две минуты загрузки. Я один раз напоролся на необязательного босса с призматическим ядром. Ну, я его, понятно, убить дело хотел. Он меня убил раз пять. Я где-то потратил на, собственно, битву с боссом, потому что он меня достаточно быстро убивал. Вот. Ну, я его мог быстро убить, там такой был интересный, достаточно напряженный поединок. Вот. Я где-то минут 10 потратил на загрузки и, собственно, минуты 3-4 на все мои попытки убить босса. Ну, восхитительно. Ты, Виталик, знаешь, я же тебе звонил, как у меня... Как у меня полыхало, когда я... Я завидую твоей выдержке, потому что ты не бросил. Ты шел до конца. Ты мужественно сцепил руки в кулаки и шел до конца для того, чтобы закончить этот продукт. Потому что я бросил. Я, честно говорю, я бросил. Я не смог больше играть. А почему? По одной простой и очень неприятной для меня причине это случилось. Дело в том, что я понял, что эта игра, создатели этой игры даже не думали об игроках, когда создавали, даже не думали об удобстве игроков, о комфорте психологическом. Человек, который уже сегодня привык к игре, ну, к современным играм, он знает, что если он произвел какие-то действия в этом мире, да, потом выходит на соседнюю локацию и возвращается. Эти действия сохраняются, да, то есть тебе не приходится заново там все это делать. В этой игре я бросил играть, в рекорах, точнее, я бросил играть, потому что на одной локации для того, чтобы открыть дверь, нужно собрать шесть летающих ключей, ну, назовем их так, да, такие забавные роботики. Сам по себе игровой элемент увлекательный, потому что ты их собираешь, ищешь, прыгаешь по платформам, все это довольно классно. И вот я собрал вереницу этих летающих роботов, уже нужно было нести их к двери для того, чтобы ее открыть и выйти на новую зону. И тут я смотрю, рядом со мной донжончик открылся, думаю, о, интересно, что там, может какая-нибудь новая схемка, может секретик. Я захожу туда, выхожу оттуда, все ключи снова лежат на тех местах, откуда я их только что собрал. То есть никто меня не ждет, грубо говоря, у входа в это подземелье. Я плюнул, да идите вы лесом. То есть если уже я вот такой, и снова повторять, вот это я же не бот какой-то компьютерный, которому прописали программу и делай. Это в конце концов игры ты играешь для того, чтобы развлекаться, чтобы получать удовольствие. Когда игра превращается в такой вот раздражающий набор функций, причем раздражающий именно по причине недоразвитости или движка, я не знаю, я не специалист программирования, возможно, что у Unity есть какие-то ограничения, да, вот, возможно, но я более чем уверен, что это именно недоразвитость головного мозга у программистов, которые это делали, потому что, ну, худшего оплачения движка Unity я не видел, а ведь я играл на секундочку в Umbrella Corps. А Wasteland 2 первый. И Wasteland 2, ну, там просто тоже руки из... Вторая часть, когда они переделали Enhanced Edition, уже было все нормально, хорошо сделано. Там же новая версия движка использовалась и здесь, я так понимаю, новая версия движка использовалась. В общем, рекорд. Знаешь, рекорд относится к самым худшим категориям игр, к самым худшим. Это игра, которая у меня вызывает незаизмеримо более негативные эмоции, чем игры типа Ghostbusters. Знаешь, почему? Потому что Ghostbusters это просто плохая игра. Просто плохая игра. Без каких-то... В ней все сделано плохо. Грубо говоря, это как если взять кучу навоза и бросить ее в кучу навоза. Ну, ничего, пофигу. Как бы. А рекорд внутри, вот в основе своей, это великолепный трехмерный платформер. Это потенциально крутая Metroidvania с хорошими... раз наконец-то неплохой боевкой. Вот. Очень много чего хорошего в ней. Но это просто берется и зверски насилуется, а потом еще и убивается на Xbox One. То есть вместо... То есть не кучу навоза в кучу навоза кидает, а бегут какой-нибудь, не знаю, ягненка такой, отборный, и кидает его в кучу навоза. То есть, когда первое происходит, тебе в принципе пофиг, когда происходит второе у тебя, ты начинаешь орать, что ж вы... Нехорошие люди такие делают. Вот и здесь. Люди, ты ж учти, что скоро это пользователи, так сказать, игровых систем от Microsoft сейчас вот лют слезы над рекор, ну, которые их купили, по крайней мере. Скоро пользователи PlayStation получат увлекательную возможность тоже сыграть в японский эксклюзив для PlayStation 4 и PlayStation 3. Экран называется The Last Guardian. Стало доступно некоторым журналистам прохождение демо-версии. А, мама я. Да-да-да, все эти люди выкладывают впечатление прохождения этой самой демо-версии. Я посмотрел, это же какой-то ужас. Это просто кошмар. Именно кошмар не с игровой точки зрения, не с геймдизайнерской, не с художественной, да, а именно с точки зрения вот именно упоротости и невозможности японского разработчика сделать адекватную камеру, адекватное управление, нормальное, предсказуемое поведение персонажей, чтобы ты четко знал, к чему ведут твои действия в конце до концов, зачем ты все это делаешь. В итоге, я просто в шоке от, не знаю, я не знаю, что происходит с этим миром, где вот у них вот голова вот все это время вот находится, вот пока вот остальные люди вокруг создают эти интерфейсы, правила создания поведения персонажей, чтобы убирать вот эту вот раздражающую хрень, когда человека нужно вот раньше вот в старых играх нужно было персонажа ровно подвести кнопки, поставить прямо напротив нее и тогда ее можно будет активировать, иначе, извините, ну, уже не надо, уже хватит, устали люди, все, я дошел до кнопки, не надо меня уже вот заставлять вокруг нее танцевать, особенно, когда мальчик болеет церебральным параличом или чем-то он там дергается постоянно, что у него там такое происходит, очень неприятно, именно вот с точки зрения управления и камера, которая, вот, как будто специально неудобные ракурсы, какие-то наезды постоянные, которые скрывают от тебя, куда ты должен идти, куда прыгать, что впереди, где там позади, ай, Миша, ну, у тебя есть какие-то теории вообще, что, что это, зачем это, куда девали все талантливые японские разработчики, неужели они все на 3D-ске сидят или устроились работать у Nintendo и все, и все остальные, ай, лениво, не знаю, мое мнение, я почти уверен, что проект начали делать, собственно, видно, что его делали давно, вот, очень давно, очень давно, видно, что в нем куча старых каких-то таких вот костылей, которые, которые не свойственны современным играм, уже порядком так не свойственны, почему это, ну, моя теория, она, в принципе, проста достаточно, что Sony анонсировала игру, потом уеда и авторы так и не смогли понять, что с этим всем делать, потом ее анонсировали, пытались держать некий такой ореол ламповости, не знаю, в хорошем смысле японской замшелости, не знаю, я не знаю, я не знаю адекватный эпитет, как это хрень описать, вот, ну, и Sony использовала это как элемент такого душевного эксклюзива, вот, как модно было, что вот эксклюзивы, у Microsoft богомерзкие халы Geary Force бездушные, корпоративные sell-out такие, вот, а здесь такая вот душа, ну, Sony использовала ее в каких-то пиар своих целях, постоянно, потом решили ее еще раз использовать на момент релиза PS4, чтобы был вот этот козырь, козырь относительный, наверное, и все, уеда же ушел из Sony, и сейчас я почти уверен, что он занимается тупо торговлей именем, он занимается тупо торговлей именем в случае с Last Guardian, как и этот самый уеду, как уеду, инофуна, да, может быть, как инофуна, может быть, как уеда, хрен его на самом деле знает, поэтому и Sony просто хочет вот как-то заполнить пробел в эксклюзивах на осень, мое мнение, ты знаешь, лично я бы лучше бы Sony чуть больше потратила усилий, времени и денег на продвижение Gravity Rush 2, вот вышел прекрасный TGS трейлер этой игры, это видно, что это делают, первая часть была отличной игрой, отличной, такой правильной игрой, вторую бы чуть как-то лучше бы пропиарили, но вот они возятся с этой хреню, ты знаешь, выглядит она, я посмотрел прохождение Демомерсии, ну, как тебе сказать, неплохая такая демонстрация какого-нибудь девелопер с апдейта проекта с Кикстартера или из Орли Аксесс, то есть за 15-20 долларов такое в загружаемом секторе я бы взял, вот как-то так. Ты знаешь, что меня больше всего в этой ситуации злит, именно злит, вспоминается история, немногие люди помнят, на самом деле, когда анонсировал The Last Guardian, Sony анонсировала The Last Guardian, да, восхитительный трейлер, очень душевный, как ты сказал, и потом, на несколько лет это все затихло, непонятно, где там, что там, и в то же время другая студия, тоже, которая создавала для Sony свои эксклюзивы, потом начала делать кроссплатформу, сделала, скажем так, бездушную, да, игру, которая, ну, предвосхитила идеи The Last Guardian, да, помнишь ее, ты на нее еще обзор делал? Imagine and the Forsaken Kingdom, кстати, очень крепкая игра, у нее были определенные проблемы, но проект был хороший, она, кстати, обзор. И самое, самое замечательное, что игра получилась очень толковой, да, она не была гениальной, да, в ней не было каких-то там особых фишек, которые бы заставили приковать внимание общественности к себе, но тем не менее, эта игра была очень неплохим сплавом платформера, головоломки, и главный тоже, мальчик общался там с большим чудовищем, и с помощью этого чудовища решал свои проблемы. Все, она была сделана, она была достаточно длинной, и получила очень и очень хорошие отзывы, не восхищительные, да, но свою восьмерочку там она имела. И студия развалилась, все. Она была закрыта, Game Republic, издательством Bandai Nam, если я ничего не путаю, а средний балл Майджина достаточно хорош. Реализацию отдельных элементов, техническую реализацию The Last Guardian, ну, это как-то, ну, совсем стыдно показывать. Не, ну, вот я, на самом деле, знаешь, с поводу реализации технических моментов и ряда раздражающих ситуаций, которых писал журналист Polygon, мне раз, во-первых, он отмечал, что вот это вот странное, какая-то пьяное в развалочку походка мальчика, ну, так я же говорю, да, что-то очень странное. непонятно, мне непонятно, что зачем вот это делать, если вы делаете платформер, где у вас прыжки по платформам, это часть геймплея. то есть нельзя предсказать, когда там мальчик на краю пропасти, да, то есть, сделал неловкий шаг, свалился, или не дошел до края пропасти, не допрыгнул, ну, вот такие косяки-то зачем, на самом деле? Ну, во-первых, да, во-вторых, я не понимаю, и с моей точки зрения, это абсолютная глупость, вот, пытаться добавить в игровую механику вот этот своенравный характер этого Трико, или Трико. Грифончика этого, да? Очевидная шутка, да, у него будет злой брат Абибас. Падам, пшш, так вот, это сам, да, и злая сестра Грибук, аха-ха, так вот, я не понимаю, зачем пытаться добавлять вот эту фишку, что он не сразу реагирует на команды, в механику. Да, это интересно, это добавляет ему некую, элемент такой вот взаимоотношений, характера, вот эту вот, вот эту вот часть, но это же можно сделать на уровне постановочных сцен, на уровне каких-то заготовок, на уровне мешочек. Это хорошо один раз, вот когда я играю. Это хорошо раз, два, три, четыре, возможно, но если это будет постоянно на протяжении всей игры, мне надо будет ему пять-шесть раз повторить, чтобы он что-то сделал, и потом еще пять-шесть раз повторить, чтобы мальчик схватился за нужную вещь, там, вроде же с контекстными командами, еще все не очень хорошо. Ну, так я же говорю, да, вот именно фишка с нажатием на кнопки, когда тебе нужно его подвести именно к этой точке, для того, чтобы он сделал именно то, что нужно было сделать. Ну, так вот это я же говорю, то есть игра неудобная, при этом она является, по сути, такой логической, ну, платформером-головоломкой, так называем. Ты знаешь, я вот недавно играл тоже в платформер-головоломку, правда, там в стиле портала, тьюринг-тест. И в целом, платформеры-головоломки сейчас, благодаря многим инди-разработчикам, мое мнение, вышли на неплохой такой уровень. Да. Достаточно высокий уровень, что сейчас уже нету такого, что откровенная ерунда есть в механике. То есть даже уже инди-разработчики, небольшие, мелкие студии уже поняли, что для того, чтобы сделать качественный платформер-головоломку, нужна удобная, отточенная, проработанная механика. И все, и тогда, и уже дальше надо что-то сделать. А здесь вот, если реально будут проблемы в механике, ну, это будет очень сильный такой удар по яйцам. Пока вырисовывается очень странно, очень недоделан, не то, что недоделанное, а такое неуклюже. Вот именно вот такой же неуклюже, как этот мальчик, который в этой игре бегает. Мне лично играть в такое не очень приятно. Уже как-то, даже несмотря на то, что там есть какая-то душа, какая-то философия, все-таки хочется, чтобы к этой душе еще прикладывались хорошие руки, хорошие взгляды именно хорошего геймдизайнера. К примеру, я обожаю игру путешествия, Джонни, где тоже, в общем-то, игра настроения, которая просто позволяет тебе путешествовать туда-обратно. Ну, боже, как там гениально настроена камера, насколько потрясающе там сделано управление персонажем, где ничто не вызывает у тебя ни на секунду никакого дискомфорта. Я более свежий пример могу привести с мальчиком тоже. Ну, давай. Инсайд. Ну, кстати, да, тоже. Ну, Инсайд он такой мрачный, давящий. А я говорю, про душу, мы же сейчас про это говорим. Ну, так там тоже есть душа, только она там мрачная, суровая и хочет тебе это самое, что-нибудь отрезать. Вот, это тоже проект больше душевный, чем геймплей. Вот, с учетом того, что в той демонстрации с геймплейными какими-то интересных моментами геймплейной я не обнаружил. Даже взаимодействия с Грифоном не было ничего интересного. Что меня лично поразило, я думал, ну, хоть что-нибудь, какие-нибудь, если вы берете напарником огромного зверя, ну, что-то должно быть. Ну, посмотрим. В конце концов, игра уже скоро выходит, будем играть. Но пока то, что показала Соня... Да, будем играть вместо Саус Парка, потому что сволочи из Юбисофта его перенесли на 2017 год. Ну, да, увы. Многие люди переносят все. Так, мнение по поводу Deus Exxman Can't Divided. Миша уже давно написал обзор, да, мы его уже давно опубликовали. Игра, ну, по описанию в обзоре хорошая, толковая, да, я хочу сказать одно, почему я ее лично не принял, почему она мне лично не очень понравилась. В этой игре, понимаете, хорошо сделана механика, очень хорошо сделаны уровни, интересность, проделано вот именно все, что касается игрового процесса. Но проблема в том, что Deus Ex это не только игра про игровой процесс, это игра про мир, про персонажей, про общение, да, и про историю, про сюжет, который разворачивается. И вот с этой точки зрения Mankind Divided это ну просто ни в какое сравнение не идет с Human Revolution. Human Revolution была закончена интересная, увлекательная история с очень хорошо проработанными характерами. Здесь не проработан характер никого, ни злодеев, ни твоих напарников, ни твоего босса, который что-то крутит, вертит. Ты думаешь, ну к чему-то даже в конце концов это должно прийти, а игра заканчивается так резко и так внезапно, что просто вызывает раздражение и даже бешенство, потому что ты, вот что это только что было? То есть ты думаешь, ладно, здесь вы недосказали, там вы недосказали, здесь вы героя не раскрыли, ну наверное сейчас вот пойдет дальше все по все, ну что называется, будет развиваться более динамично, более интересно, и все это в итоге, все эти линии сольются в одну какую-нибудь потрясающую точку, и финал будет вынесет мозг, нет, вообще ничего, нет, что это было, почему оно так стало, геймдизайн хороший, потому что он в Human Revolution был хороший, в принципе он копирует Human Revolution во многом, да, я бы даже сказал слишком много, да, да, вот, с точки зрения, простите, технической реализации, это позор, он, эта игра тормозит на современных консолях, хотя графика, мягко говоря, не лучшая, не то, что лучше всего, можно увидеть на этих самых платформах, она тормозит на высокопроизводительных PC при максимальных настройках, хотя максимальные настройки графики ничем не отличаются от высоких настройок, где она уже не тормозит, и ты спрашиваешь, вот за факт вообще, что тут, спасибо, конечно, товарищам, которые занимаются продвижением всяких видеокарт, да, которые попросили, чтобы определенные настройки были здесь, и чтобы при выставлении на ультра все начало внезапно очень сильно тормозить, чтобы оправдать покупку каких-нибудь суперпроизводительных видеокарт, но, блин, даже если у вас будет две суперпроизводительные видеокарты, игра все равно будет тормозить, вот, даже в DirectX 12 качестве графики, которая у них до сих пор находится. Я прошу заметить, что опять же, кстати, к вопросу о технической реализации, да, у секса, в игре «Мертвый мир». К этому я еще собирался перейти, и непозволительно было, вот, помимо того, что история меня очень сильно разочаровала, в этой игре, где есть открытый мир, этот мир мертвый, он не то, что мертвый, то есть, он в нем статисты, это даже не статисты, это вот как роботы, которые должны сказать пару фраз, и больше они ни на что не способны, больше они ни на что не годны, ты можешь их бить, они будут одинаково кричать, там разбегаться, ты можешь бросать в них коробки, они будут говорить «Ай!» и дальше стоять на месте, они, ну, ни о чем, и это очень сильно печалит, потому что если уж вы делаете открытый мир, то сделайте его живым, сделать его хотя бы на уровне Дисхонорет первой части, ну, хотя бы, вот уже вот на этом уровне, чтобы открытый мир сам представлял собой очень интересную игровую площадку, где люди, ну, это не не чурбаны, да, которые стоят просто и говорят пару заговоренных фраз при твоем приближении, хочется чего-то большего, хочется, чтобы твое действие как-то влияло на что-то вот в этом вот самом мире, а не просто тринь, вот, выключатель сработал, время суток поменялось, но люди по-прежнему стоят и общаются на этих вот самых улицах. Ну, там меняются мир в зависимости от твоих решений, но это система решений и последствий, нежели элемент живого мира. Да-да-да, и при этом, что нужно было делать, если уж вы что-то не умеете, не делайте, этой игре как нельзя лучше в данном случае подходит последовательное линейное прохождение уровней, потому что, когда ты отправляешься на задание, ты отдыхаешь, у тебя хорошая игра, интересная, да, ты уже даже внимания особого на сюжет не обращаешь, но когда ты снова возвращаешься на улицы в Праге, ёлки-палки, да, снова любуешься на все вот эти вот недоработки, недоделки. Ну, я согласен, что этой игре лучше бы подошел к концепту Дисхонора, то есть, больше, несколько наборов больших открытых мину, уровней с миссиями сюжетными, в которых, кроме основной миссии, есть и второстепенные миссии, которые, например, бы как-то влияли на основную миссию, как в Дисхонор, то есть, в такой игре, да, логично бы подошла концепция Дисхонора, или уже тогда делайте полноценный Open World, здесь нет полноценного открытого мира, он тут, он тут очень... Ну, это как от который раз, это у Square Enix, да, Civ тоже, не зачем нужно было делать открытый мир, я так и не понял. Ну, в каком Civ, в новом? Ну, в новом, в новом, да, да, господи, я про это шлак уже забыл. Вот, зачем сделали, ну, зачем, у вас бы очень неплохо продуманные уровни были, достаточно увлекательные, но открытый мир портит к чертовой матери все впечатление. Что еще? Ну, только, по-моему, открытый мир очень неплохо утилизировался в последний Rise of the Tomb Raider, очень неплохо. Ну, там открытый мир, мягко говоря, с большими оговорками, там, по сути, две локации хаба. То есть, открытого мира, как такового, в его более-менее внятном исполнении. Кстати, к вопросу, там же в первом Deus Exe было же три локации хаба, которые, плюс-минус, были неплохо сделаны с оговорками. Здесь просто они решили одну локацию. Ну, здесь, блин, как ты правильно заметил, по сюжету пол игры, как я в обзоре отмечал, пол игры, так и по локациям хабам, пол игры. Поэтому... Для игры, которая делалась пять лет, пять лет, это непозволительно. Просто непозволительно. Вот сейчас вот выходит Dishonored 2, у меня очень большие надежды на эту игру. Очень большие надежды, что, как и первая часть, она покажет остальным, в какую сторону сейчас должен двигаться стелс-жанр. Потому что стелс-боевики, вроде бы, есть иконы, да, вот Hitman неплохо выступает, кстати, эпизодической концепцией. Уровни песочницы. Да, потому что, да, очень неплохо проработанные уровни песочницы, потому что именно делают в традициях старых Hitman'ах, они пытаются походить на что-то, они пытаются быть больше, чем они есть. И народ благодарен на это, в общем-то, принимать. Ну, по крайней мере, мы очень хорошо это принимаем. Deus Ex, к сожалению, вот пытается, вот уже чем-то удивляет, при этом техническая реализация, то ли она не позволила им сделать песочницу, но если уж не позволяет, то уж и не делайте, пожалуйста. Зачем надрываться так-то? Вот, что после Deus Ex'а стоит обсудить? Поругали, поругали, да, а сейчас поговорим про очень хорошую ролевую игру, которая сейчас уже находится в раннем доступе, называется она Divinity Original Sin 2. Я напомню, что первая часть не просто так считается одной из лучших ролевых игр не только того года, когда она вышла, а вообще, кстати. То есть, если вы хотите очень увлекательную, большую, большую, интересную, с немалой только юмора ролевую игру, ну, пусть и с видом сверху, да, то покупаете Divinity Original Sin Enhanced Edition, вот просто не глядя, потому что это на самом деле что-то потрясающее, никто даже близко подобное из независимых разработчиков не делал. Эта игра, да, создавалась при помощи Kickstarter и очень неплохо себя чувствует, но сейчас она тоже, вторая часть создавалась, точнее, стартовал прием, что называется, заявок на Kickstarter, люди проект поддержали, и сейчас игра вышла в ранний доступ, то есть, ее можно покупать, играть в первые уровни, смотреть, что там сделали разработчики, хочется сказать, они сделали на самом деле очень грамотную, очень потрясающую работу, потому что, вот, ну, судя по тому, что я видел, да, это, ну, если так можно назвать, по первому впечатлению, очень напоминает первую часть, примерно как Baldur's Gate 1, да, и Baldur's Gate 2. Ну, это, по-моему, вообще хорошо. Да, то есть, вроде смотришь, да, то же самое, да, то есть, вид сверху, опять герои путешествуют по этому миру, опять общаются, опять таскают бочки туда-сюда, решают какие-то там загадки, но, если копнуть немножко глубже, то вырисовывается совсем другой предмет, и, вот, да, дьявол, как говорится, кроется в мелочах, и он здесь узнается уже прямо на первых этапах, когда ты начинаешь создавать свой герой, здесь можно как сгенерировать своего героя, так и взять предустановленного. Предустановленные герои разных рас, 12 профессий появилось, кстати, очень интересных сделанных, и, если вы берете предустановленного героя, у него есть своя история, которая затем влияет на диалоги, затем влияет на общий сюжет, причем вы можете, в процессе приключений, вы будете встречать других героев, ну, из этого списка, они будут к вам присоединяться в команду, или не присоединяться, да, вам решать, что с ними делать, и опять же, вот, их взаимодействие, вот, опять вот, это вот фишки, когда они начинают друг с другом общаться, выносить свое мнение по поводу определенного события, для того, чтобы повысить, там, общую репутацию, или какие-то, там, возможно, навыки у них добавятся, это все, ну, очень увлекательно проходит, то есть, ты понимаешь, что персонажи, за которых ты играешь, под ними, вот, под этой вот фигуркой, на которой надеты доспехи, в руках какой-нибудь кирка, а в другой руке какой-нибудь топор, то есть, под ним, на самом деле, что-то есть, там, есть какое-то волеизъявление, да, то есть, его узнают, с ним общаются, он дает какие-то советы, учитывая свой предыдущий опыт, учитывая свою расу, учитывая даже свой цвет кожи, что достаточно интересно, и вот с этой точки зрения, Divinity Original Sin, вот, он, вторая часть, преподносит уже вот на раннем этапе, немало сюрпризов, причем, диалоговую систему, они изменили достаточно странным образом, я, честно говоря, вот этой фишки не понял, потому что, ты, когда выбираешь варианты ответов, ты выбираешь не за своего персонажа, нет, я неправильно говорю, то есть, обычно, ты выбираешь реплику, ну, то есть, есть персонаж, да, там, я не понял, да, дай мне, пожалуйста, свои деньги, мне нужна твоя одежда, да, ну, вот такие вот список персонажей, а здесь, ты советуешь своим героям, что они должны сказать, то есть, диалог оформлен так, скажи ему, чтобы он сказал следующее, вот, или скажи ему, чтобы он подошел к девочке, и потрепал ее за волосы, ну, вот в таком вот стиле, стиле создается все это дело, то есть, да, то есть, ты выбираешь и действия, и это, и получается, что ты уже, как бы, психологически советчик, да, то есть, ты на самом деле воспринимаешь себя, как внешнее, стороннее действующее лицо, относительно героев, то есть, ты не сливаешься с героями, как это обычно бывает, а ты, как бы, наблюдаешь за их приключением, и руководишь этим приключением, что немаловажно, история, тоже очень мрачная, ну, пока, так, я особых таких вот смехотулечек, свойственных для первой части, там, не увидел, возможно, потому что у меня специфических навыков нету, да, то есть, можно говорить с духами, можно говорить с животными, ну, это было и раньше, герои достаточно мстительные, да, там, я там, что тебе, ты убила там одну из моих, и я, теперь это дело принципа, вас всех уничтожить, ну, такое достаточно интересное развитие событий, постоянно, вот оно накручивается, 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 и, ну, стоит сказать, что, во-первых, мы играем за беглых рабов, которых везли-везли на кораблике, кораблик разбился, и вот все они на этом месте друг друга, нас уже привезли в Морровинд, да, 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 вот, я не помню точную цитату, но, как-то так, да, плюс, сохранилась эта вот знакомая фишка сочетания разных стихий, допустим, газовое облако, да, там, пустит туда огня, все взорвется, или, например, загорелась трава вокруг главного героя, взял бочку с водой, опустил, пшшш, облако пары, все потухло, и, что мне очень нравится, игра, как и прежде, ну, нарисована просто какими-то космическими художниками, потому что, вот, вот это местечки, вот эти вот статы, вот эти вот развалины, вот как это все сделано, вот смотришь на иные высокобюджетные, так называемые проекты, да, и думаешь, ну, елки-палки, ну, бездари, ну, что у вас за художники, вот здесь вот смотришь, и просто глаз оторвается, сложно, вот как свет играет на волнах морских, как деревья колышутся, как заходишь в город, а какие там постройки стоят, да, очень, очень все это сделано приятно, и, опять же, огромное количество секретиков, с бонусиками, и что мне нравится, ребята полностью сохранили вот эту боевую систему, свойственную для первой части, то есть пошаговая боевая система, но пошаговая, скажем, вот именно так, как она должна быть, это когда у каждого персонажа огромное количество способностей, когда ты выверяешь каждый шаг, вот эти, где расходуешь очки действия, оцениваешь расстояние до врага, ну, то есть это уже тактика, это чистая тактика, и каждый бой доставляет огромное удовольствие, при этом боев, ну, по крайней мере, поначалу не так много, чтобы они прям превращались в череду, такой бум-бум-бум, один бой, второй бой, третий бой, здесь вступление более мягкое, чем в Divinity Original Sin первая часть, здесь оно такое, более сюжетно образующее, то есть ты уже сам начинаешь разбираться в этом мире, где множество рас, где эти расы друг к другу не очень хорошо относятся, где люди убивают друг друга без особых причин, назовем это так, да, пытаешься утешать кого-то, и, кстати, здесь ты можешь отыгрывать абсолютно любого персонажа, в том плане, что у тебя разработчики убрали все ограничения, ты можешь убивать кого хочешь, грабить кого хочешь, вот уже вот никаких ограничений, можно, если уж, наверное, прокачаться по полной, зайти в город и всех вынести, если так нравится, так что ребята, которые... Шевер где-то убийцы есть? Я не знаю, но ребята, которые скучали по Фоллауту, и такие, когда третий Фоллаут анонсировали, они сказали, почему здесь нельзя убивать детей? Вот, наконец-то появилась игра, правда, детей я там не видел пока, да, но всех, кто шевелится, пожалуйста, мочите, убивайте, студия Лориан вам теперь дарит эту замечательную возможность. Лорой убивай, мочи гусей, жди ответного сигнала. Теперь пришло время поговорить про World of Warcraft Legion. Не буду сильно углубляться, я скажу честно, я не буду рассказывать особо про какие-то там специфические механики, тем более мы в прошлом выпуске немного про эту игру рассказали, так что не будем повторять те мысли, которые уже были. я скажу следующее. Дело в том, что для меня World of Warcraft, как ни смешно, это с одной стороны массовая онлайновая ролевая игра, но для меня это всегда в первую очередь ролевая игра. Я в Warcraft отношусь именно как синглплеерный игрок, я не вступаю ни в какие кланы, да, особо не заморачиваюсь по поводу каких-то там клановых войн, PvP и прочего. Мне интересно исследовать этот мир, выполнять разнообразные миссии, следить за прогрессом персонажей. И если в этом мире есть какие-то, скажем, задания, да, то я их все стараюсь выполнять, ну, если они интересные. И поэтому Legion для меня лично стал очень и очень большим подарком. Это сюжетно-ориентированное дополнение, где я вот уже, которые десяток часов бегаю, и каждый раз выполняю, выполняю, выполняю самые разнообразные, самые неожиданные задания. Там то восполнить популяцию мурлоков, нужно помочь им победить злых вот этих вот товарищей, причем нужно превратиться для этого в какого-нибудь маленького мурлока, показать, что ты типа вождь, вот, и замочить всех злодеев. Да, таким образом племя, мол, воспрянет, то тебя переселяют твою душу в светлячка, и ты должен летать по лесу над озерной водой, причем так, чтобы тебе еще рыбу не съели, да, вот, и возрождать, возрождать деревья, которые растут на берегах, потому что, ну, вот эльфы так устроены. Если вы помните третий Варкрафт, там именно светлячки отвечали за строительство. В общем, в игре очень и очень много сюрпризов и довольно неожиданных, особенно, которые смотрятся, ну, довольно комично, да, то есть для того, чтобы сойти за своего, для какого-нибудь дикого племени, достаточно надеть какую-нибудь дурацкую маску черепа, они такие, о, в лилике господин, вот, садись на трон, сейчас мы будем тебе приходить, а ты будешь нам раздавать команды, и ты вот этим маленьким недорослям раздаешь команды и уже чувствуешь себя своего рода денджон-кипером, то есть очень много маленьких вот таких вот нюансиков, видно, что дизайнеры вот этих вот самых квестов, они черпали идеи уже откуда только можно, для того, чтобы как можно сильнее разнообразить, да, большинство миссий это сводится к классическому иди на поляну, убей там шесть медведей, да, вот, но в то же время очень часто попадаются вот подобные неожиданные вкрапления, которые позволяют тебе, ну, и, во-первых, развлекают, во-вторых, позволяют тебе почувствовать, что это на самом деле разнообразное приключение, почему разнообразное, потому что ты никогда не можешь предположить, вот что тебя ждет вот в следующий раз, появляется точка на карте возможного задания, ты туда бежишь с очень большим увлечением, потому что не знаешь, что тебе сейчас скажут делать, садись на орла, лети, бомби там злодеев, да, вот, или управляет драконом, который будет парить, точнее, прикрывать тебя с неба, а ты там бегай, указывай ему точки для атаки, очень много всяких таких вот нюансиков, помимо этого, каждая история, каждая, точнее, зона вот этого нового континента Расколотые острова, она выполнена в своем потрясающем новом стиле, здесь есть такой Скорим по-близзардовски, где живут великаны, где все пропитано вот этими скандинавской стилистикой, и Один опять же есть в качестве одного из богов, и ты по каким-то сумасшедшим горам лазишь, движок, конечно, они переработали очень сильно, дальность прорисовки сделали, поэтому, когда ты залазишь на какую-нибудь гору, смотришь, что вокруг тебя творится, ну, такого ты в Варкрафте просто даже видеть не мог, вот сейчас это что-то на самом деле, при этом это не пустой мир, ты постоянно видишь, что вокруг тебя бегают другие игроки, которые выполняют какие-то миссии, плюс, что удивительно, лично для меня, опять же, мы сегодня говорили про движка писателей, здесь же мир, он для каждого игрока, он немножко свой, зависит от того, на каком этапе прохождения миссии ты находишься, зависит от того, какие квесты ты сделал, да, или каким только приступаешь, к примеру, здесь ты приходишь, деревенька стоит, выполнил пару квестов, включается ролик, бац, выходит какой-нибудь злодей, уничтожает всю деревеньку, и теперь все, во веки веков, на этом месте будет только шипастая конструкция, да, там, поднятых с земли кристаллов, это очень сложно, скажем, предсказать, на определенном этапе у тебя есть одни персонажи, потом Близзард по сюжету их убивает, появляются другие, мир изменяется, сюжет изменяется, и вот когда ты заканчиваешь каждый вот этот вот цикл, вот в каждой локации, это отдельное приключение с отдельными героями, с отдельными проблемами, и потом вот в итоге, в финале, они все сводятся к одному, к противостоянию с легионами вражескими, да, и это, ну, воспринимается, честно скажу, очень здорово, потому что ты понимаешь, вот здесь ты бегаешь, выполняешь одни мисси, здесь другие, здесь вы только что были, у горных великанов, здесь мы побывали у ночных эльфов, лес которых заражен скверно, и, кстати, нарисовано, это тоже классно, когда половина леса нормальная, волшебная, такая зеленая, с синеватой дымкой, заходишь на скверненную территорию, все в каких-то колючках, кровавых, лянах, каких-то кошмарных деревья, вывернутые из кособочины, видно, что, ну, рисовали, пытались сделать так, чтобы игроки, которые видели уже в этом мире все, чтобы они даже сейчас, вот, невольно восторгались увиденным, плюс музыка, как всегда, великолепна, но она для World of Warcraft тоже очень характерна, что каждая локация, каждое местечко даже, оно воспринимается по-своему не столько из-за визуального дизайна, и в том числе из-за звукового дизайна тоже, так что, если играть в World of Warcraft Legion, если вы, скажем так, воспринимаете эту игру, как массовая, онлайновая, ролевая, то, по крайней мере, поначалу, вот, несколько десятков часов, если вам хочется поиграть в просто классную, интересную, ролевую игру, с огромным количеством миссий, вот я на сегодняшний момент где-то свыше 450 квестов сделал, вот, то милости просим. В этой игре есть артефакты, артефактное оружие у каждого игрока, вот, но силу этих артефактов нужно постепенно набирать, то есть, выполняя миссии, собирая соответствующие какие-то там маленькие артефактики, расплавляя их, чтобы их сила перетекала в силу твоего собственного артефакта, и у этого артефактного оружия со временем появляются еще более, еще более, еще более сильные свойства, он превращается не просто в какую-то там игрушку, он превращается в на самом деле такой вот, и внешний вид его изменяется, мало того, по мере прохождения кампании, и его характеристики усиливают его персонажа, ну, такая вот, получается, я бы даже сказал, японская гринделка, именно в том плане, что очень медленно растет сила этого артефакта, поэтому я думаю, даже когда уже будет высокоуровневый персонаж, который уже там выполнил кучу квестов, прошел там, познакомился с всеми персонажами, прошел через все подземелья, еще очень и очень много чего можно будет ему делать. Когда я сказал своему товарищу по батлнету, ну вот, играю в World of Warcraft Legion, все очень нравится, так классно, интересная история, он говорит, ты еще ничего не видел, потому что, вот, когда достигнешь максимального уровня, у тебя начнется, наконец-то, настоящая история, потому что сейчас у тебя только подготовка, а контент для высокоуровневых игроков, сюжетный в том числе, очень и очень насыщен, то есть скучно тебе не станет, поэтому, если раньше я думал, что при достижении 110 уровня, ну, и пробежавшись по всем регионам, я все увижу, все узнаю, ну, судя по всему, нет, игра обещает быть очень большой, печально, вот, я думал, с ней закончу быстро, ну, сравнительно быстро, потому что реально уже завешу в ней очень много-много, с красными глазами, ложусь спать, и тут, нате, вам оказывается, я еще ничего не видел, вот такие вот дела, Миша. Blizzard все очень правильно делает, Blizzard действительно пытается объединить, с одной стороны, она предлагает контент для тех, кому нравятся просто ролевые игры, с другой стороны, она позволяет пользователям участвовать в крутом эндгейм контенте, заниматься рейдами, задротством, со всеми сопутствующими составляющими, это круто на самом деле, по сути, Легион, вот, как ты говоришь, это вышла, нормальная, сингловая, ролевая игра, в которую, если тебя не коробит от слов World of Warcraft, ты можешь взять, за месяц-два пройти, вот, и закончить все, а потом не играть, ну, не хочется тебе... Потому что здесь стоит отметить, что в каждом дополнении World of Warcraft, это не только дополнение для интернет, вот, этих вот сумасшедших, которые днями и ночами торчат в играх, и что-то там выясняют на полях сражений и прочего, они через эти дополнения очень сильно двигают сюжетную линию, поэтому познакомиться с Легионом, ну, интересно хотя бы с той точки зрения, потому что здесь сюжет, ну, в кое-то веке на самом деле попер вперед, они вот без зазрения совести мочат, вот, ну, знаковых персонажей, знаковых для вселенной персонажей, или мочат, или перерождают, или изменяют их место, расстановку, да, на доске, то есть был хороший, стал плохой, стал плохой, стал хорош, вот, то есть у каждого персонажа там какая-то своя задача, и иногда так, как-то так не по-детски, ну, в общем-то, по фильму Warcraft, могли вы увидеть, да, как Blizzard относится с героями, у них, они недолго живут, вот, какой бы значимости там они не были, вот, потом, правда, их потомки продолжают их дело, естественно, ну, закончим выпуск, мы горькая новостью, для многих, наверное, поклонников Blizzard, Крис Мэтсон ушел из Blizzard, да, как он сказал, на пенсию, я устал, я ухожу, все, буду валяться на диване, а Крис Мэтсон, это тот самый человек, который ответственен, в общем-то, за вселенную, StarCraft, Warcraft, и Diablo, человек, который все это придумывал, человек, который это все развивал, все последние годы, конечно, к нему можно предъявлять претензии формата, не туда двигался, плохо развивал, все не так, да, что это такое, на самом деле, ну, благодаря, во многом, этому человеку, вселенные, StarCraft, Warcraft и Diablo, вообще существуют, именно в таком вот виде, в каком они есть, и вот сейчас, вот, когда вот он ушел, и это место освободилось, займет его какой-то другой человек, ну, посмотрим, сможет ли Blizzard дальше держать марку, и создавать увлекательные проекты для, в том числе, игроков, предпочитающих одиночное прохождение, потому что, так вот, последние их проекты говорят о том, что они уже переключились на мультиплееры, и вас вполне возможно, значит, сказали, ну, Крис Мессон, ну, все тут, что тут уже, что тут, куда тут, куда тут, все, все, будем дальше развивать Heroes of the Storm, Overwatch, будем делать Headstone, ну, вот, что тут, что, какие сюжеты, Крис, все, все, уже нету никаких сюжетов, можешь сидеть, описание карточкам для Headstone, придумывать, и все, поэтому, может быть и так, Миша. Ну, Пай, нашел бы он ропера, вернулись бы они, с яблочетые. Печально, да, вот, когда есть такой Dream Team, легендарные имена, потом все куда-то разбегаются, ты думаешь, ну, все, закончилось время, и... А потом оказывается, что на самом деле закончилось, вот, достаточно посмотреть, что случилось с Байве, когда ушли отцы основатели, да? Что с ними произошло? Ну, гей-парад начали организовываться, под видом Dragon Age Inquisition. Посмотрим, мы еще не видели, что собой будет представлять Mass Effect Andromeda. Гей-парад в космосе. Все в порядке. Придумай сексуальную ориентацию своему герою. Кстати, почему подобного пунктика нет при создании персонажа? Вот интересно, вот что это за отсутствие толерантности? Он всегда, в смысле наоборот, тебя не загоняют в рамки ориентации персонажа. А, ты сам определяешь, то есть. Да, то есть он, должен, он хочет, с кем хочет, с тем и спит. По сюжету опять же. Сегодня такой, завтра другой, да? А, кстати, было бы неплохо, если бы, например, ты выбирал его ориентацию, например, там, если он гетеросексуален, то, если к нему начинает подкатывать представитель его же пола, ты мог сказать, что там появлялись бы соответствующие варианты ответа. Ага. то есть, типа, не, не могу, и все было бы в целом сложнее. Вот, а если он это, то там все просто, типа, отлично, давай. Как, собственно, в Dragon Age происходило. Так что, это было бы неплохо, кстати, этот элемент, было бы неплохо как-то, но его надо прорабатывать. Вот, я не думаю, что кто-то, это дополнительные ресурсы, которые не все могут увидеть. Да, ты не видел, куда побежал этот ворм? Поцелуешь? Скажу. Дорогие друзья, на этом все, с вами был Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Пока. До следующей недели.